ребята всем привет это видео посвящается опять нашей новой машине и несколько человек уже спрашивали как закончилась наша история с дверьми можете посмотреть другие видео предыдущие про этот хендай у нас была проблема с дверьми то есть вот это вот задняя дверь как выяснилось не только задняя но и передняя как мне только что сказали я только что забрал машину немножечко выступали ну и поскольку у меня есть на эту машину гарантия я сразу же связался с hyundai и спросил у них как быть они сказали приезжать к ним они посмотрели через две недели они позвонили мне и сказали приезжайте к нам когда вам было бы удобнее я говорю а вы знаете что напишите ко мне когда мне можно приехать и давайте-ка мы все это делать в письменном виде будем потому что я думаю что и в других странах не только в германии нужно если есть возможность делать все письменно потому что все эти устные договоры потом очень часто оказываются не такими правдивыми на самом деле не такими откровенными попросту вам человек может наобещать а потом скажет что я вообще с вами не разговаривал не знаю как вас зовут так что пытайтесь делать все письменным видим они мне прислали в письменном виде что у вас есть такая такая проблема пожалуйста свяжитесь нам когда вам было удобно подъехать к нам я говорю мне было бы удобно если бы у меня была другая машина то есть я попробовал сразу же попросить у них как бы машину на прокат потому что они мне сказали это дело может длиться два-три дня но сами знаете из этих двух-трех дней могут получиться три недели пока не буду дальше рассказывать хотел просто показать остальное расскажу когда буду ехать посмотрите теперь все ровненько и как выяснилось передняя дверь была тоже не очень ровно то есть вот эти зазоры были сейчас они все настроили и все в полном порядке вот тут вот он сказал все настройки можно произвести но многие шарнирами мне ничего нигде не переделывали а всего лишь настроили шарниры он конечно вот шарнир и вот шарнир вон еще один у меня это сильно так не интересует какие именно он был очень удивлен что это не увидел ни один дилер потому что было два дилера которые занимались моей машины 1 дизель дилер был в земле баден-вюттенберг туда доставили машину с фабрики в чехии а уже оттуда перевезли ее потом землю хэссен около франкфурта и там забрала ее я и каждый этот дилер по моему даже и погрузчик они в принципе обязаны осматривать машины и никто это не увидел и я это не увидел когда брали заметили мы это только позже но опять же есть гарантия на машину кстати только сейчас увидел видите простой замок если с аккумулятором вдруг что-то не то или с ключом замок всовывается вот сюда вот и дверь открывается раз мы уже здесь стоим то давайте я вам покажу это я уже здесь приколбасил всякую ерунду у нас сейчас 597 километров уже так высвечивается мы проехали и вы представляете я машины все еще доволен ну скажем так 600 километров уже почти проехали и фут-фут-фу все отлично один раз я заправился вот сейчас вот 550 мы где-то проехали я доволен всем это конечно не спортивный болид но для нашей семьи эта машина идеально ладно я сейчас пошел вон туда куплю хлебушка а потом я поехал забирать свою дочку в школу и если у вас есть желание можете послушать мою болтом не в машине и посмотреть на франкфурт я сейчас поеду с восточного франкфурта в сторону своего дома на юг так что продолжим сейчас машине что еще очень интересно hyundai во франкфурте не знаю как в других городах работает с группой бмв так называемая группа ойлер и мою машину они отогнали на ремонт в другой конец города к жестянщику от фирмы бмв мне кажется что они просто настолько борются сейчас за клиентов что они очень большое внимание уделяют тому чтобы все было сделано качественно ну и машину я у них попросил и они не отказали хотя я почитал в интернете законы когда покупаешь новую машину что и как они не обязаны предоставлять машину взамен также мне некоторые люди говорили что нужно обязательно то есть нужно требовать новую машину нужно требовать компенсацию это все ерунда ребята вы когда подписываете контракт на покупку новой машины вы все не читаете а там очень очень много чего написано и в том числе что какие-то недостатки какие-то косяки вполне допустимы единственное что они обязаны их устранять если это какие-то мелочи как у меня никто не обязан передо мной так сказать извиняться и расшаркиваться они конечно обязаны это устранить и не более это все написано в законах так что вот так вот сейчас когда я забирал машину я конечно спросил спросить можно но ничего не стоит я спросил или они мне сделают какую-то скидку на следующий техосмотр или что-то такое и он мне сказал что давайте тогда я сейчас занесу вас в компьютерную систему как нашего клиента и задам вам какую-то скидку там уже на следующий раз посмотрим или я не забуду про это или и он или он с действительно это сделает мне надо будет где-то записать обязательно посмотрим будет пару копеек тоже будет хорошо вот так вот закончилась а кстати на прокат мне давали hyundai и 20 с тремя цилиндрами 1 литровый двигатель но с турбины она намного резвее трогается но ребята такая машина громкая вот эти малолитражные машины труб за турбированными двигателями это не туда не сюда не знаю насколько это все надежно очень маленькие моторы и турбину туда ставят не советую никому брать с турбиной такие моторы так вот сейчас по радио услышал интересную вещь что в будущем вероятно все игровые приставки будут уже не нужны что фирма google сейчас пред будет представлять или уже представила не знаю на дня буквально сейчас у нас конец марта такой сервис что вам не нужно покупать приставку ничего вам нужен только контроллер и он будет подключаться видимо к телевизору прямо не знаю как точно это будет работать а все игры например все это будет находиться на облаке где-то в интернете и не надо будет заморачиваться со всеми этими делами будете просто с одним джойстиком а все остальное будет уже происходить через интернет вот такая вот интересная новость погода у нас наконец-то наладилась прошли серьезные дожди и очень хорошо что дожди все говорят дождь дождь плохо у нас была засуха очень сильно прошлом году и до сих пор еще воды мало водоемах относительно так что дождик это хорошо сейчас мы слева кстати проезжаем европейский центральный банк новый кто когда-то здесь купил квартиры вот в этих домах справа лет десять назад или еще раньше они сейчас наверно в пять раз дороже стоят если они в десять потому что сейчас здесь европейский центральный банк и цены на жилье вообще выросли наверно раз в десять особенно вот в этих местах мы в свое время не сделали этот шаг а сейчас уже недвижимость стоит ненормальных денег это район франкфурт ост называется ост это у нас восток восточный франкфурт сейчас мы здесь переедем на другую сторону реки маян и окажемся уже в моем районе опять же говорю что машина я очень доволен все очень хорошо тут фурсу чтоб не сглазить доволен сервисом юндая не сравнить с volkswagen с бмв там заинтересованы только то чтобы продать машину а все остальное уже не важно потому что у них уже достаточно и имидж во всем мире и им пока что об этом задумываться незачем но на их месте я бы сейчас уже начал потихоньку это делать потому что корейцы и японцы рано или поздно начнут серьезно вытеснять их мы сейчас переезжаем в район загсенгаузен франкфуртский машина на прокат у меня была и 20 и я в не пару раз забывал выключать функцию старт-стоп и я вам скажу что это действительно очень не очень опасная штука когда отключается двигатель и вам нужно резко тронуться вы стоите с выжатым сцеплением даете на газ отпускаете сцепление ничего не происходит не знаю у меня так что если выжато сцепление старт-стоп включен то мотор не глохнет а там глох я не знаю что я делал не так и как-то задумываешься мотор глохнет нужно резко тронуться машина не трогается сзади уже давят потом когда ты еще раз нажимаешь она вроде заводится так я не понял этой системы там машина в резко прыгает вперед а там уже едет другая короче чуть ли не аварийная ситуация создается я не знаю этот старт-стоп мало того что мне кажется машина ломает специально быстрее изнашивая двигатели всякие детали так к тому же еще и создаются аварийной ситуации сейчас заберу дашу со школы даша у нас ходит во второй класс сейчас таблица умножения учат они это просто от ас то ничего не учили а сейчас вдруг за три дня всю таблицу умножения нужно выучить или мой ребенок чего-то не договаривает или у них не знаю у учителя лопнуло терпение как говорит моя жена и он решил вам показать вчера был вторник вот во вторник сказали что в пятницу будет контрольная работа вся таблица умножения неделю до этого они учили только один столбик восьмерки я уже не помню умножение на 8 а сейчас вдруг бац и все всю таблицу выучите им за 3 неде за три дня и еще и контрольная работа у меня ребенок и так недолюбливает математику к сожалению мы уже почти приехали буду потихоньку с вами прощаться так что все вы поняли с машиной все в порядке все сделали следов никаких нету будем теперь наслаждаться нашей жизни кстати страховка мне стоит в год на эту машину около 500 евро фоль casco так называемая это все включено причем я сделал еще такую опцию что мне один раз в год можно сделать аварию так сказать даже по моей вине и проценты страховочные не поднимаются но я обязан оставаться в этой страховке это стоит пару копеек больше я раньше не знал что такая опция существует но услышал и сразу же сделал потому что когда страховка если вдруг новую машину особенно сильно ударишь по своей вине это очень может быть дорого ну что ребята всем всего хорошего до новых встреч пишите ваши комментарии и не болейте с вами был стас кто не подписан подписывайтесь и не забывайте ставить ваши лайки всего вам хорошего